На днях волонтеры проекта «Народный контроль» во главе со своим бессменным локомотивом Дмитрием Чукуреевым, ведомые целой пачкой жалобных обращений граждан, забурились в самую гущу микрорайона ЖБИ, чтобы вывести на чистую воду непуганных и очень бурзых торгашей, засевших в павильоне на остановочном комплексе завода управления по 29-м номерам на улице 40-летия Комсомола. На той же самой, на которой чуть ниже по течению под номером 18-Б находится отдел полиции номер 2 и сидят участковые-уполномоченные, которым, соответственно, далеко ехать не пришлось. Люди рассказывали про это торжеще, что оно работает так, как будто для его хозяев закон вообще не писан. Не потому, что они дураки такие, а потому что они самые умные и считают, что в тьму таракани эти законы работать не должны, несмотря даже на столь тесное соседство с представителями закона. Чуть позже подтвердится, что не только закон, но и этих самых представителей его эти барыги, потерявшие берега напрочь, ни во что не ставят, пока те не сбили с них спесь, отчего торгаши тут же стали значительно более шелковыми и покладистыми, предчувствуя как материальный ущерб, так и надвигающиеся жесткие карательные санкции в случае продолжения политики гнутых пальцев. А началось все с того, что проверочный покупатель от народного контроля без малейших вопросов приобрел у здешней королевы прилавка бутылочку пива. Коготок застрял, общественники вызвали полицию, ну а в ожидании прибытия побеседовали с самоуверенной до жути барыней. Так почему пивом торгуете-то? Нельзя же. Что говорите? Почему пиво торгуете? Торговала. А? Торговала, говорю. А знаете, что нельзя? Знаю. А почему торгуете? Ну, для себя зарабатывать хотела. И много зарабатываете? Не очень. Не очень много? Много пива-то у вас? Нет, конечно. Спиртом торгуете? Нет. Лодкой? Нет. Подсобки, ничего такого нет у вас? Точно? Нет. И вот этот вот ответ, нет, означавший нет, не точно, оказался единственным честным от этой тети в этот вечер. Про все остальное она тупо и нагло врала, напропалую, под девизом «Ты мне хоть что в глаза, мне все божья роса». К тому же у нее оказалась запущенная стадия мании величия по части юридической осведомленности. Вечером вам нельзя проверить, вообще-то я закон знаю. А почему нельзя? До обеда вы должны проверять. До обеда? Да. А после обеда нельзя проверять? Вообще-то по закону да, до обеда должны проверять. Правда, такие феноменальные знания, как она думает, законов, ничуть не мешали ей демонстративно плевать на законы реальные, приводя все новые аргументы за гранью бреда. А почему сигареты не закрыты? Я закрываю, открываю. Всегда я не могу открывать-закрывать, понимаете? Ну, видите, специальная конструкция придумала, чтобы она закрывалась постоянно. Вы знаете, что по закону они должны быть закрыты? Я знаю. Я закрываю, открываю. Ну, сейчас-то не открыты ведь? Да. А почему? Открыты. Потому что я скоро две закрою, и открыты будет. А сейчас-то почему не открыты? Закройте, пожалуйста, их. Такой есть. Все просто ведь. А вот как гражданка «Единожды Солгав» знакома с содержанием собственной санитарной книжки. Санитарная книжка. Крайний осмотр был в 2017 году. А как часто проведет осмотр, знаете? Как часто? Ну, пока еще не успела. Ну, когда вы крайний раз проходили осмотры врача? В каком году? В 2018 году. В 2018? Да. Тем временем подоспел и приглашенный участковый, который, перед тем, как составить протокол об административном правонарушении, хотел было осмотреть место происшествия на предмет возможности дальнейших нарушений и наличия запретного для ларька спиртного на правах представителя власти. Но в глазах торгашки и ее хозяина власть тут они, о чем по телефону и был извещен офицер полиции. Слушайте, вы пробьете алкогольную продукцию в начинное время. В чем дело? Хозяин говорит, что нельзя заходить сюда и смотреть. В смысле свое? Видимо, хозяину виднее. Посмотрим, чем все закончится. Интересно. Ну, таких упоротых бывало уже множество, так что весьма предсказуемо. Это дерзкое сопротивление было преодолено, что характерно под наблюдением понятых. И теперь никто, кроме прокурора, сюда не войдет. Поберегись! Поговорите, брува! Вам предложение нормально, вы не хотите. Вы ехали и не поехали сами. Вот, я же пускаю вас. Господи, струнется. Горбаня опустила их. Проходите. Пойдемте. Поговорите. Не, вам тоже нужно. Не, 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 вам тоже надо, чтобы двое было человек. Просто посмотрите, что мы задействованы сотрудников полиции и все, больше ничего не требуется. Естественно, тут же, буквально спустя секунды, вместе с коробкой вскрылась очередная наглая ложь наглой банчилы. Спирт? Спирт. Делал спирт. Спирт. Китиловый спирт. Пожалуйста. Смотрите, он, видите, здорово. Коньяк. И так далее. А вон сколько спирта здесь. Вот это вот мадам говорила, что спирта нет. Да. Это че? Моя тоже. Тоже ваше, да, все? Куда вам сколько спирта-то? А тем временем полицейские, уже получив подкрепление, составляли протокол об административном правонарушении, бессовестной, но не комплексующей по этому поводу торговкой. За 85? За 85 рублей. Одну покупила, правильно? Угу. Все понятно. Ну, такие пиши. Надо заметить, наша дерзкая героиня не только спирт приняла на грудь свою. И все остальное она тоже объявила своей личной собственностью, закрывая всей своей грудью хозяина ларька, который, дескать, об этом ее сугубо личном экс-сессе исполнителя ни сном ни духом не ведал и не видел ничего, на удивление полицейским. Зашел, увидел, что пиво стоит на полках. Ну, как можно не увидеть пиво в своем магазине? Если это ларек был бы, я бы зашел в первую очередь и все посмотрел бы. Что, где, как, что лежит? А? То есть он в курсе наверняка, да? Нет, он не в курсе. Я не знаю, он слабовидящий что ли у вас? Ну, почему? Ладно, такие пиши. Теперь вино. Разбила. Да. Две бутылки. Три. Пиши три. Три. Вот это. Пять. Так. Так и написали. Кстати, упаси вас, Господь, увидеть в этом ее решении хоть немного типа героического или самопожертвовательного. Что вы. Просто так им обоим, ей и хозяину, проще, выгоднее и дешевле. Ну, конечно же, за лояльность он ее как-нибудь отблагодарит. И даже штраф от 10 до 15 тысяч, может быть, оплатит. Но когда-нибудь при такой-то борзости запросто нарвется он своим юридическим лицом тысяч на 300 штрафа по той же самой статье КУАП, о чем мы непременно вам с удовольствием сообщим. А пока сообщаем, что из Ларкана 40-летия Комсомола 29 спирта, водки, пива и коньяка изъято более 500 емкостей различной емкости и крепости.